На изготовление этого элемента ограждения, скорее всего, ушло немало времени. А вот на демонтаж всего 5 минут. Недолго и для специалиста совсем не сложно. Хотя очень непривычно. Сказали убрать забор, убираем. Лет 20 на этом предприятии. Ничего таким не сталкиваюсь. Задача подрядной организации демонтировать 7 секций ограждения. 3 по одной стороне забора и 4 по другой. За выполнением работ пристально следят. На исполнении в службе судебных приставов находится исполнительное производство, возбужденное на основании решения Череповецкого городского суда об обязании предприятия ТСЖ «Август» нести самовольно возведенное методическое ограждение. Проблема не только в том, что забор был установлен самовольно. Он мешал жителям соседнего дома. Недовольные жильцы подали жалобу в прокуратуру. А та с иском обратилась в суд. Судебное решение о сносе забора было вынесено еще в 2010 году. Однако исполнили его только сейчас. Установкой этого забора занималась ТСЖ «Август». Однако на момент начала судебных разбирательств ТСЖ уже прекратила свои полномочия. Там до сих пор происходит смена руководства. Соответственно, спрашивать с организацией за установку этих сооружений нет никакой возможности. Возник вопрос, откуда измать средства на ликвидацию этих сооружений. На то, чтобы найти на него ответ, понадобилось 4 месяца. Наконец, деньги были найдены. Они были выделены из федерального бюджета в размере 35 тысяч рублей. Это как раз гонорар подрядной организации. Причем не только за сно с забора, но и за эвакуацию конструкций и хранение. До тех пор, пока не будет принято решение, что с ними делать дальше. Скорее всего, они будут проданы, а врученные средства вернутся в федеральный бюджет. Субтитры создавал DimaTorzok